Огромное спасибо за предоставленную возможность выступить в таком мероприятии, в этом прекрасном городе. Это прекрасное время. Хочу предоставить вашему вниманию доклад на тему возможности первичной эндокрин-терапии ПЭД, рака молочной железы у пациенток старше 70 лет. Немного об актуальности проблемы. За последние 30 лет в странах Европы и США отмечается устойчивый тренд к увеличению продолжительности жизни. Я инситирую Рикардо Одесси, один из трех рождающихся сегодня детей, как ожидается, отметит свой 100-летний юбилей. Таким образом, в ближайшем будущем мы ожидаем увлечения удельного веса возрастных пациенток с раком молочной железы. На сегодняшний день до 21%, по разным данным, даже до 30-50% пациенток с первично выявленным раком молочной железы – это пациентки старше 65 лет. Из них 30% старше 70 лет. Как правило, клинические исследования, в том числе крупные клинические исследования, обычно не включают в свой дизайн пациенток старше 70 лет. Но все современные клинические рекомендации, гадлайны говорят нам о том, что возраст не должен быть ограничением к лечению, и что тактика у возрастных пациенток должна соответствовать тактике у молодых пациенток. На практике же мы имеем немножко другую картину. Так, в США и Канаде чаще всего выполняется исключительно оперативное лечение, носящее циторедуктивный характер для возрастных пациенток. В Великобритании и Ирландии более 40% пациенток получают нехирургическое лечение, и преимущественно это первичная эндокриннотерапия в качестве единственного самостоятельного метода лечения. В меньшей степени лучевая терапия, на нее приходится порядка 2%. Очень интересные данные по Голландии. Более 80% пациенток старше 80 лет получают исключительно первичную эндокриннотерапию. Таким образом, вопрос об адекватном лечебном подходе в старшей возрастной группе остается открытым на сегодняшний день и в свете увеличения продолжительности жизни достаточно актуальным. На данном слайде я привожу результаты национального британского опроса. Это 2013 год. Результаты опубликованы в журнале БРЕСТ. Опрос проводился среди хирургов-онкомомологов, и он показал, что 93% специалистов рекомендуют пациенткам старше 70 лет с операбельным раком молочной железы в качестве единственного метода лечения первичной эндокриннотерапии. Если говорить об исследованиях касательно первичной эндокриннотерапии, то, если можно так сказать, моду касательно первичной эндокриннотерапии задает Великобритания. Первое пилотное исследование относится к 1980 году. Это приз. Там была небольшая группа пациентов. 67. Клинический ответ достигнут в 73%. На данном слайде предназначена небольшая часть исследований, посвященных первичной эндокриннотерапии, в том числе сравнению с первичным хирургическим лечением. И что хочу сказать. На сегодняшний день все исследования, в том числе два крупных метаанализа 2006 и 2014 год, говорят нам о том, что нет различий в общей выживаемости между первичной эндокриннотерапией и первичным хирургическим лечением у возрастных пациенток. То есть первичная эндокриннотерапия, по крайней мере, не хуже по отдаленным результатам, в сравнении с хирургическим лечением. Говоря об особенностях рака молочной железы у пациенток в старшей возрастной группе, это, безусловно, чаще всего узловые, высоко дифференцированные опухоли, гистологически чаще это дольковый рак, это преимущественно гормонозависимые опухоли. Возрастные пациентки характеризуются, конечно же, соматической отягощенностью, это сердечно-сосудистый букет, сахарный диабет второго типа ожирения и так далее. И, как считается, относительно благоприятный прогноз в отношении опухоли так, ряд исследований показали, что около 70% пациенток возрастных старше 70 лет погибают вовсе от нераковой патологии. Таким образом, пациентка 70-75 лет, как считается, имеет узловую, высокодифференцированную опухоль, хорош, относительно благоприятный текущую, с длительным периодом локореагионарного и отдалённого метастазирования. Но даже здесь, на самом деле, не всё совсем так. На данном слайде я привожу результаты интересного, на мой взгляд, исследования. Это голландское исследование, не очень свежее, 2008 год, достаточно крупное когортное ретроспективное исследование, почти 3000 женщин, и оно доказало, что в группе пациенток старше 75 лет в сравнении с группой 70-75 гораздо худший клинический прогноз. Было статистически достоверно доказано увеличение в группе пациенток старше 75, увеличение частоты низкодифференцированных опухолей, увеличение значений пролиферативного индекса и увеличение размера опухоли. Последний факт автора связывается с осием скрининга в данной популяции и с поздней обращаемостью. Если говорить об особенностях лечебного подхода в старшей возрастной группе, то, конечно, с учётом соматической отягощённости, пациентки, как правило, имеют абсолютные или относительные противопоказания к оперативному или комбинированному лечению. Операция, если она, возможно, носит чаще всего циторедуктивный характер с особенностями анестезиологического пособия. Если мы говорим о химиотерапии, то, как правило, с учётом сердечно-сосудистой патологии мы стараемся избегать кардиотоксичных препаратов. В отношении лучевой терапии не скажу, что противопоказания, но определённое ограниченное всё-таки использование реально на практике лучевой терапии, несмотря на то, что анализ исследований группы C-A-LGB, начало 2000-х годов, он доказал, что не увеличивается риск осложнений у пациенток старше 70 лет, получающих адевантную лучевую терапию, в сравнении с более молодыми пациентками. Но на практике чаще всего пациенткам старше 70 лет лучевая терапия всё-таки в адеванте не рекомендуется. Говоря об особенностях соматического статуса, конечно же, стоит ещё отметить особенности когнитивной сферы, скажем так, и в связи с этим сниженный комплаенс в отношении приёма адевантной гормонотерапии и первичной эндокринотерапии в том числе. Ну и что немаловажно, это предпочтение преференции пациентки, а 35 до 60% пациенток предпочитают менее агрессивное лечение в отношении опухоли. Цель исследования – оценка эффекта первичной эндокринотерапии рака молочной железы антиэстрогенами в монорежиме и антиэстрогенами с переключением на ингибиторы ароматаз. У пациенток старше 70 лет с ракомолочной железы. Критерии включения – возраст, старше 70 – цитологическая или гистологическая верификация заболевания, отсутствие признаков отдалённого метастазирования и, самое главное, противопоказания или отказ от оперативного лечения или химиотерапии. Период наблюдения с 2011 года по настоящее время. Исследование пока продолжается. Сегодня в него включено и оценено 249 пациенток. Все пациентки в первую линию терапии получали антиэстрогены, это максифен или фористон в стандартных дозах. В качестве второй линии предлагались ингибиторы ароматаза, нострозол или литрозол в стандартных дозах. Причины переключения – это резистентность или осложнение на фоне терапии это максифеном. Местное прогрессирование или стабилизация, сохраняющиеся более 6-9 месяцев на фоне антиэстрогенов, расценились как развитие состояния резистентности. Оценка динамики проводилась каждые 3 месяца. Оценка эффекта согласна критериям Рекист. В качестве критерия в достоверности используются критерии соответствия Пирсона, критерии корреляции Пирсона коэффициент с юнтем. Результаты. В первую линию 249 пациенток получили антиэстрогены. Из них в вторую линию 32 пациентки получили ингибиторы ароматаза. Возраст больных составил от 70 до 92 лет, средний возраст 75 лет. Преобладал операбельный рак в 73%. Тем пациенткам, которым был суррогатным осмом определенный молекулярный потип, у 87% был люминальный потип опухоли. Общее время наблюдения от 6 до 84 месяцев, в среднем 28. Продолжительность первой линии антиэстрогенами 30 месяцев, второй линии 16. Причины переключения в 22 случаях резистентность и в 10 случаях осложнение на фоне терапии антиэстрогенами. Эффект на первую линию первичной эндокринотерапии антиэстрогенами. Общий клинический ответ составил почти 70%. Это 69,88. Объективный ответ наблюдался у 117 пациенток, 46%. Он практически отсутствовал у пациенток с местно распространенным и первично неоперабельным раком. У пациенток с известным молекулярным потипом максимальное значение объективного ответа наблюдалось при люминальном А потипе и достигло 94%. Стабилизация отмечена у 57 пациенток, это 22%. Прогрессирование у 75 пациенток, 30%. У всех пациенток с люминальным Б потипом к настоящему времени зарегистрировано прогрессирование заболевания. Максимальное время до прогрессирования было отмечено в группе люминального Б ашерту негативного и составило 36 месяцев. Что интересно, была выявлена статистически значимая корреляция снижения объективного ответа в группе операбельного рака после 18 месяцев терапии с увеличением частоты прогрессирования в этой группе. Возможно, это как раз таки связано с прогрессированием за счет пациентов с люминальным Б потипом. На фоне терапии антиэстрогенами наблюдалось 21 случай нежелательных явлений, и здесь у нас получилось несоответствие с литературными данными. Осложнения носили преимущественно офтальмологический характер, а не гинекологический. И серьезных сердечно-сосудистых катастроф в случае фрака эндометрия зарегистрировано не было. Эффект на вторую линию эндокринотерапии ингибиторами ароматаз. Повторюсь, это всего 32 пациентки. Из-за небольшого количества больных распределение по стадию не представлено. Итого, клинический ответ составил 75%. Объективный ответ достигнут у 17 пациенток от 53%, стабилизация у 7, 21%, прогрессирование у 8 пациенток от 24%. Осложнения отмечались в трех случаях. Серьезных осложнений на фоне ингибиторов по типу переломов кастейские лета зарегистрировано не было. Таким образом, общий ответ на первичную эндокринотерапию составил объективный ответ 57%, стабилизация 20%, клинический ответ 77%. Цифры соотносятся с литературными данными и, безусловно, коррелируют с частотой эстрогенозависимых опухолей в данной возрастной популяции. Прогрессирование 22%. При переключении на вторую линию эндокринотерапии ингибиторами ароматаз отмечалось увеличение показателей объективного и клинического ответа в соответствии, но статистическая достоверность достигнута не была. При люминальном А по типу отмечалось максимальное значение объективного ответа и достигло 94%, и при всех случаях люминального Б по типу опухоль было отмечено прогрессирование заболевания. На данных слайдах я привожу примеры полной резорбции после года терапии и пациентка с крупной опухолью после двух лет эндокринотерапии. И еще хотелось бы представить вашему вниманию особый клинический случай. Пациентка 81-го года с заболеванием левой молочной железы, АЦТ2НХМ0, трижды негативный рак, с высоким пролиферативным индексом. Вообще трижды негативные пациентки в исследовании не включались, но пациентка категорически отказалась от оперативного лечения химиотерапии и в качестве так называемой селдочной терапии была предложена эндокринотерапия и, что удивительно, после трех месяцев мы увидели положительный клинический ответ. В настоящее время пациентка 9 месяцев получает антиэстрогены, и у нее сохраняется стабилизация заболевания без признаков роста и прогрессирования. В заключении хотелось бы сказать, что первичная эндокринотерапия может быть предложена пациенткам как альтернативный самостоятельный вариант лечения пациенткам старшей возрастной группы, имеющим противопоказания или отказавшимся от химиотерапии. Общий клинический ответ достигает 77%. После переключения на вторую линию эндокринотерапии ингибиторами ароматаз отмечается увлечение объективного и клинического ответов. При всех случаях люминального Б отмечается прогрессирование заболевания и не зарегистрировано серьезных осложнений на фоне эндокринотерапии антиэстрогенами, таких как сердечно-сосудистые катастрофы и случаи рака эндометрия, и на фоне терапии ингибиторами ароматаз, такие как переломы костей. Благодарю за внимание. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Будьте любезны. Спасибо большое. У меня будет два вопроса. В критериях включения в одном из критериев у вас значится верификация гистологическая или цитологическая. В каких ситуациях был выбор в пользу цитологического исследования? Каким пациентом вы выполняете? Потому что, по крайней мере, в Институте онкологии Петрова мы отказываемся от цитологической верификации ввиду высокого процента вложено-отрицательных заключений. И второй вопрос. В случае с цитологическим уфицировали диагноз, рецепторы эстрогенов определялись ли? Это была иммуноцитохимия? Это первый вопрос. И второй вопрос. По клиническому случаю у пациентки клинические Т2НХМ0. Почему вы вставляете НХ? То есть, почему НХ в чем там ситуация? Вы не обследовали вообще зону лимфотока или почему НХ вы вставляете? То есть, НХ клинически не определилось поражение регионального лимфоколлектора. Н0. Спасибо. По поводу первого вопроса. Спасибо за вопрос. По поводу первого вопроса. Всем пациенткам было выполнено цитологическое исследование, то есть, как обязательное. И, соответственно, пациентке, которым мы выполняли это исследование, не выполнялся определение рецепторов эстрогенов. Не всем пациенткам была выполнена гистологическая верификация ввиду разных причин, а точнее 146 была выполнена гистологическая верификация, соответственно, с суррогатным определением молекулярных подтипов опухоли. А как Вы ориентировались? Доктор-то задает вопрос очень простой. Как Вы молекулярный подтип определяли? То есть, у нас была группа либо с известным молекулярным подтипом, соответственно, мы включали люминальные опухоли исключительно, и вторая группа с неизвестным подтипом, то есть у тех, у кого неопределен рецепторный статус. Но даже те пациентки, у которых он неопределен, то есть там на самом деле их результаты тоже очень хорошие ввиду высокого процента эстрогеновых рецепторов именно в этой возрастной группе. Ну, это по литературным данным. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос. Простите, пожалуйста. Получаются какие-то… Во-первых, спасибо за доклад, очень приятно было услышать такой обстоятельный доклад. А вопрос такой. Получаются какие-то ножницы. Больные не соглашаются на операцию из-за того, что у них сердечно-сосуистые заболевания, и мы назначаем им тамоксифен. То есть, если бы мы им выполнили операцию, допустим, в виде даже ампутации, и отпустили бы ее без тамоксифена, она, может быть, по-видимому, прожила бы столько же, но она промучилась один раз и жила бы радостно. С тамоксифеном и с этой опухолью она живет, да ей Бог, здоровье годами и получает кучу всяких осложнений. Это первый вопрос. Не стоит ли пересмотреть вот эти критерии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Елена Константиновна в своем докладе в первый день форума говорила о том, что действительно в неодевантном режиме тамоксифен менее эффективен, чем ингибитор ароматазы. Я тогда за отсутствие времени задала ей вопрос. Не является ли тамоксифен уже прошлогодним препаратом? То есть, золотым стандартом XX века и XXI веке при наличии ингибиторов ароматазы, может быть, стоит его применять более редко, а не так часто, как мы его применяем сейчас, не имея в виду экономический вопрос, который иногда очень важен для пациентов. Вот. Так вопрос мой такой. Даже если, например, вы сейчас показали такие результаты, тамоксифен versus ингибитор ароматазы, может быть, вообще тогда не назначить этим больным, у которых сердечно-сосудистые заболевания, они не могут оперироваться, назначить тамоксифен. И назначать им ингибитор ароматазы. Спасибо за вопрос. И потом, если вы сказали, что в 100% случаев они погибают при лиминальном бараке, у них у всех метастазирование, то вообще сейчас, так сказать, большая, вернее, очень такая выраженная тенденция в западном мире пожилых больных приравнивать по методикам лечения к больным обычного возраста. И огромное количество работ на эту тему существует. И потом еще, так сказать, извините, я просто выступлю сразу. Давайте по порядку. Нет, 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 она вас запомнит, я быстро скажу. Значит, смысл еще в таком. Мне кажется, про эту даму 80-летнюю, которая бедняга, вернее, радостно лечится, она бы, наверное, без лечения столько же прожила. Просто у нее этот рак уже очень-очень давно. И ей, так сказать, хватило бы, мне так кажется. Я вас слушаю теперь, простите. Спасибо большое. Я начну с последнего, если я потом что-то забуду, напомните последовательность вопросов. Ну вот касательно нужно… То есть я не говорю сейчас о неодевантной терапии, я говорю исключительно о первичной эндокринотерапии. И вот все работы, с которыми я столкнулась к настоящему времени, они все говорят, что разницы между первичной эндокринотерапией и хирургическим лечением по общей выживаемости не существует. А относительно осложнений, ну, я вот в том числе как оперирующий доктор, я не соглашусь, что все-таки первичная эндокринотерапия обладает большим спектром осложнений, чем первичное хирургическое лечение с соответствующим реабилитационным периодом. Вот. И, ну, это мое мнение, мой взгляд как бы на эту проблему. И действительно, как бы возрастные пациентки, пациентки в старшей возрастной группе, если им возможно предложить, на мой взгляд, это щадящее лечение, в отличие от первичного хирургического, пусть даже если это ампутация, вот, если им возможно предложить это лечение, и у него такие же, не худшие, по крайней мере, результаты, почему нет? Относительно ингибиторов ароматаз. Касательно именно первичной эндокринотерапии в качестве первой линии ингибиторов ароматаза работы, на самом деле, достаточно мало. Есть небольшая работа ТРА, если мне не изменяет память, 2012 год, там небольшая группа пациентов просто был оценен клинический ответ. И вот в Великобритании как раз-таки планировалось очень крупное исследование из ТИМ, посвященное именно первичной эндокринотерапии ингибиторами ароматаз. Но оно с 2008 года начиналось, в настоящее время оно закрыто. Как пишут официальные источники, из-за медленного набора пациентов, но с учетом того, что с 2008 года у нас еще и кризис в Европе, то есть все-таки экономические особенности, они тоже делают свой вклад. Это к вопросу о том, почему тамоксифен все-таки стандарт или не стандарт, прошлый век, не прошлый век. Тем не менее, учитывая еще и фармакоэкономические особенности, тамоксифен, он поэтому остается золотым стандартом в эндокринотерапии, в том числе в Эдювансе. Относительно эффективности, преимуществ в первичной эндокринотерапии ингибиторов или, допустим, тамоксифен, тем пациенткам, у которым противопоказанием были антиэстрогены, то есть есть та группа, которым изначально назначались ингибиторы, данные здесь не представлены, их не так много. Вообще я очень люблю тамоксифен, на самом деле, замечательный препарат. Уникальность в том, что при развитии резистентности и при переключении на другие режимы мы можем обратно к нему сколько угодно, долго возвращаться. Есть часть пациентов, которые, допустим, прогрессируют и на второй линии, которым предлагается третья линия, и когда мы снова возвращаемся к тамоксифену, и снова эффективность. Относительно прогрессирования по поводу люминальных Б. Прогрессирование – это не равно в докладе было метастазирование, что они погибали, они, слава богу, не погибали. Вот, это пациентки. То есть либо мы вот те, которые люминальные Б, мы все-таки на фоне эндокринотерапии, мы вот там максимальная цифра 36 месяцев, в эти 36 месяцев, поскольку гормонозависимая опухоль, мы добивались, по крайней мере, частичной резорции, ну или как минимум стабилизации заболевания. Все-таки опухоль уменьшалась, и тогда ей можно было снова предложить операцию, пациентка соглашалась, и есть часть пациентов, которые, конечно, категорически не соглашались на оперативное лечение, но это прогрессирование – это не равно летальный исход. Так, я могу еще забыть еще какие-то вопросы? В принципе, я вот смотрел на все три поставленных вопроса, вы ответили. Елена Константиновна, вы хотели что-то спросить, да? Да, я хотела спросить. Правильно я понимаю, что вот из 200 человек, которых вы представляли, у вас рецепторный статус был определен… 146. 146 пациентов, да. Скажите, почему при стабилизации вы меняли тамоксифин на ингибитор ароматаза? Почему вы считаете, что в данный момент наступила пациенту резистентность гормонотерапии? Потому что если вы говорите о том, что это была первая линия, а потом вторая линия, то, в принципе, насколько меня подтвердят химиотерапевты, первая и вторая линии мы применяем такой термин для метастатических пациентов, когда мы их лечим. И тут, я так понимаю, таких пациентов вообще не было. То есть в целом ваше лечение, оно, так скажем, условно можно назвать его предоперационным. То есть пациенты все потенциально могли быть подвержены к хирургическому лечению, они от него просто отказались. И вы им назначаете гормонотерапию. То есть это предоперационное, так скажем, гипотетическое лечение. И стабилизация – это хороший ответ для химиотерапевта. Он никогда не будет менять схему лечения, тем более гормонотерапию. Мы знаем, что при моностатическом раке молочной железы с положительными рецепторами без висцерального криза – это основной метод лечения. И при стабилизации не будет смены. Зачем нужно было менять тамоксифен? И основываясь на чем, Вы говорили, что вызывается лекарственная резистентность к этому лечению? Спасибо за вопрос. Стабилизация действительно – это очень хороший эффект при наличии хронического заболевания молочной железы. На вторую линию у нас на самом деле не так много пациентов, это всего 32 из 249. И состояние резистентности мы оценим, это когда длительная продолжительность фазы стабилизации. То есть мы пробовали поменять на вторую линию эндокринотерапии, и оказалось, что на второй линии эффект получался. А какой Вы эффект? Хотели, чтобы опухоль уменьшилась или чтобы больного прооперировали? Нет. Почему? Мы пытаемся добиться частичной и полной резорбции. А зачем? Вы пациента оперировать не будете. Понимаете, у нас предоперационное лечение – это уменьшение опухоли, возможность выполнить органно-сохраняющую операцию, определение чувствительности ДНОВа. То есть мы можем таким образом сказать, чувствительность опухоли или не чувствительность. Желание получить лучшие результаты. Получить желание лучшего результата получить. А если мы пациента гипотетически оперировать уже не предполагаем, чем дольше сохраняется у него стабилизация, тем лучше. Зачем менять ему схему лечения, если есть шанс, что он запрогрессирует, и потом уже Вы использовали оба препарата. Юлия Александровна сказала, что потом можно снова вернуться к тамоксифену. Но вообще-то по принципам лечения обычно, действительно, я согласна с коллегами, выживает то, что максимально можно, любую эффективность. Но это, так сказать, проведенная работа. Есть еще? Еще можно, просто в качестве комментариев. Только так, давайте уже компактно. У нас еще два доклада. Я хочу сказать, что было все-таки три крупных исследования по надевантной гормонотерапии, которые доказали превосходство ингибиторов ароматазы на тамоксифену. Но и осложнения другие немножко, да? Это по надевантной, именно по первичной эндокринотерапии. У вас надевантная по сути гормонотерапия. Все-таки и как бы в англоязычной литературе там четко различают праймер эндокринотерапию и неадевантную эндокринотерапию. То есть не ставя равно этим двум. Согласна, некоторые нюансы есть. Абсолютно. Еще есть вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а какой процент ложноположительных у вас результатов на основе многих гистохимического исследования? Это вопрос к тому, что последняя пациентка трижды негативная. Мы, конечно, не видим таких грандиозных успехов на гормонотерапии. Есть ли у вас ложноположительные результаты? На данный вопрос утвердительно ответить не могу. Единственное, скажу, что у нас все исследования выполнялись в референсной лаборатории, включая последние. Собственно, вот. Да, Гульфия Мирхаден. Насчет ложноположительных, ложноположительных в Екатеринбурге, я могу сказать, что лаборатория дала согласие на свое участие в программе воспроизводимости ИГХ-диагностике РОМ, профессор Сазонов. И, так сказать, в Сочи мы представим те данные, которые даже они не знают. То есть мы высылаем им блоки опухоли, и пациентов, участвующих в клинических исследованиях с определенными рецептами энстрогенной прогестерона и АЧР, они не знают, какая там опухоль, они на нее ответят, и мы доложим общие результаты, не касаясь персоналей, в Сочи вы сможете с ними ознакомиться. А у меня вопрос, прекрасная презентация и виден динамика с лета. Я просто хотел спросить насчет, понятно, что суррогатная модель, даже этого касаться сейчас не буду, а люминальный Б рак, то есть они же не получали химиотерапию, то есть им состояние здоровья, извините за выражение, не позволило, или они получали химиотерапию, те, кто потом… Которые спрогрессировали. Спрогрессировали, да. Ну и, собственно, пациентки, которые либо переданы на вторую линию, либо которые на третью. И как они ответили на химиотерапию? На химиотерапию тоже плохо. То есть мое мнение… На все плохо? На самом деле, слушая доклад Юлиана Сергеевна, касаясь информации как раз по люминальному В по циркулирующим клеткам, они как бы и на химию плохо, и на гормонтерапию в результате плохо, и вот как бы на все плохо. Может, потому что у них клеток этих много. То есть у них надо было посмотреть соки. Мы поняли. Возможно. Извините, пожалуйста, Юлия Александровна. У меня все-таки еще вопрос, наверное, такой не очень правильный, но все-таки. Какова цель демонстрации? Вот какова цель представления ваших данных? Это что? Дифференцированный подход к выбору тактики? Или что-то вы, так сказать, новое привносите? Или вы констатируете факт? Или вы каким-то образом расходитесь с имеющимися гайдлайнами? В чем? Ну, что ли, вот… Спасибо за подсказку. Хорошее слово «идея». В чем идея, в чем соль? Ну вот мне просто хотелось донести, как бы обратить внимание на то, что пациенток, именно возрастных пациенток, их становится все больше и больше. Вот. Вот когда я только еще приходила работать, как это происходило на практике? Приходит возрастная пациентка? Извините, пожалуйста, Юлия Александровна, это все понятно, что у каждого из нас есть опыт, простите, что я вас перебиваю. Все-таки у вас в результате выполненного исследования сложилось какой-то алгоритм? И где он вот здесь? Вот здесь пока алгоритма нет, но мнение определенное сложилось, что первичная эндокринотерапия – это хороший вариант лечения для возрастных пациенток. То есть даже которым не предполагается оперативное лечение. Последний вопрос, в чем новизна? Хотелось представить свои данные. Спасибо. Спасибо огромное.